Добрый день, зрители YouTube канала. С вами Гайдуков Владимир Сергеевич, руководитель хоккейно-флорбольного клуба в Селужск. И сегодня мы для вас подготовили передачу об экипировке юного хоккеиста в хоккее с мячом. Мы вам расскажем и покажем, как правильно одевать защиту и также продемонстрировать правильность обмотки клюшки для хоккея с мячом. Приятного просмотра! Всем привет! Сидя перед вами, Трофимов Евгений Евгеньевич, мы подготовили для вас специальную, уважаемые родители и дети, тренировку для того, чтобы мы с вами умели надевать инвентарь, готовиться к выходу на лед, чтобы ребенок всегда чувствовал себя комфортно и ничего не забывал. Посмотрев это видео, вы будете всегда готовы. Поэтому поймите меня, сегодня перед вами буду сидя. Итак, с чего же мы с вами начинаем? Обязательно помним то, что инвентарь у нас состоит нижнее белье, обязательно это может быть комбинезон, это может быть бадлон, как в данном случае. То есть используется обязательно защита горла. Она у нас обязательно для официальных и в нашем клубе для любых соревнований. Это безопасность, это защита ребенка. Поэтому мы используем бадлон. Далее у нас термобелье, кальсоны. Это то, что касается нижней части. Далее гетры. Чаще всего мы используем гетры, которые с носком полностью закрывают всю ногу. Щиток надевается. Вот гетры. Вот таким вот образом. Вот так это все очень красиво выглядит. Далее мы с вами Используем фиксаторы. Это могут быть липучки. Либо это может быть скотч. Не мотайте его несколько раз по кругу. Вам хватит одного-двух раз. Поверьте. Чаще всего дети у нас берут с собой ножницы и используют ножницы. Но мы научились это делать без ножниц со временем. Нижние конечности у нас полуготовы. Также есть еще один вариант гетры без носка. Бывает кому-то неудобно. И гетра здесь слишком носок махровый, толстый. Тогда используется гетра без носка. Здесь надевается более тонкий носок. И используется гетра вот таким вот образом. И также фиксируется. Это очень удобно. Ну и тот, и тот вариант в данный момент для детей очень удобен. Вариант номер один. Далее у нас всеизвестная ракушка. Здесь наверное комментарии излишни. Мы просто надеваем ракушку. И сразу переходим к бриджам. Бриджи можно надевать стоя, можно надевать сидя. Так как у нас сегодня тренировка сидя, мы это сделаем вот таким вот таким вот образом. Используется липучка. Используется ремень. И обязательно спортивные бриджи должны фиксироваться вот таким вот образом под коленом. все очень дорассмотрабельно, не правда ли? Отлично! Теперь мы приходим к своему самому важному, к своему хлебу, к конькам, которые мы просушили. Они у нас без телек. Мы их готовим, вставляем, затем надеваем. У детей бывает там что-то находится, какая-то копилка, поэтому важно все проверить. Коньки вы можете начинать завязывать с любой ноги, с левой, с правой, как вам больше нравится. и это самая интересная часть, в которую мы переходим. Во-первых, для того, чтобы надеть конек, нужно было расшнурить свой шнурок и поместить туда ногу, как вот у меня быстро получилось, потому что было все подготовлено. Далее мы с вами завязываем шнурки следующим образом. Во-первых, язык нужно установить таким образом, чтобы ничего нам не мешало, чтобы не скатывалось гетро, не было никаких у нас помех, для того, чтобы не было натирания. Далее мы с вами тянем свой шнурок не вверх, а именно в сторону. именно в сторону и стараемся зафиксировать большим пальцем. Дальше мы подбираемся и делаем следующее движение. вот такой плавный мы делаем переход, тянем в стороны, нога у нас начинает фиксироваться, здесь есть специальный индикатор, давайте так его назовем фиксатор, таким вот образом мы делаем к нему переход, то есть у нас здесь уже все зафиксировано. далее мы можем сделать один узел и следующее у нас движение по нашей рекомендации, если шнурок длинный, то мы можем его продеть вот стопой и вот здесь зафиксировать, либо мы делаем это вот пяткой, вот таким вот образом под пяткой и здесь фиксируем. Если шнурок короткий, то мы его максимально комфортно затягиваем и вот здесь на узел завязываем. То, что не рекомендуется делать, по нашему мнению, это максимально сильно их затягивать и фиксировать вот здесь, так как голеностолк будет полностью зафиксирован и это при катании очень неудобно, это просто замыкает наши естественные движения, то есть здесь мы боимся навредить, поэтому рекомендуем делать правильно. В моем случае вполне достаточно вот таким вот образом готовность выходить на лед. Со вторым мы уже поступим чуть побыстрее. это действительно входит в привычку, запоминается и делается уже потом машинально. вот это вполне комфортно для меня состояние, не супер сильно, не слабо, очень даже чувствуется, это можно понять по движениям голеностопа. ну и дальше переходим уже к налокотникам, они тоже у нас на липучках. Имеем возможность вот так надевать. ну и далее у нас идет уже вот такая вот красивая клубная футболка. отлично. что бы еще хотелось вам напомнить по поводу комбинезон, который мы могли надеть вместо бадлона, что существует определенная защита горла. То есть надев бадлон, горло закрыто. Если комбинезон, то оно открыто. Тогда мы используем с вами вот такую вот защиту специальную для детей. Защита надевается. Она может быть вот в таком вот виде. Ну, для меня удобен бадлон. далее мы переходим к защите головы. И здесь хотелось бы сказать, что обязательно должна быть шапочка под шлем волоклава, как в данный момент. И она будет еще и дополнительной защитой горла. Мы играем не только в закрытых, но и в открытых площадках на улице. Поэтому это очень актуально, то есть получается вот таким вот образом. Надеваем и далее у нас шлем. Для всех детей он будет с защитной маской. Вот у нас сюда крепится. и надевается. И то и другое очень удобно. Как только детки подрастут и станут взрослыми, можно будет снять эту маску защитную. Безопасность. Шлем это обязательно очень важный спортивный инвентарь для нас. Всегда необходимо его надевать. Это очень правильно. Даже хорошо катаясь можно к сожалению упасть. Шлем на голове и мы в безопасности. Мы практически готовы. У нас защитные перчатки. Они надеваются перед самым выходом. Всегда готова плюшка обмотана. Дальше что бы еще хотелось сказать. Как только хоккеист готов, он не сидит на месте. Помимо разминки, которая была у него сухая, перед льдом он может выполнить несколько упражнений даже на своем месте в раздевалке это также кисти, вращения, также упражнения ножницы, также маки. Это очень и очень держит нас концентрация, потому что мы готовы выходить на лед. Если мы берем уже посадку, то очень будет правильно в раздевалке сделать полуприседы угол 90 градусов. Также мы рекомендуем постоянно делать движения голеностопом. Это делается вне льда из стороны в сторону и также это делается с перекатами. Это лучше делать уже без чехлов специальных, которые защищают наше лезвие, чтобы его не сбивать. и это поможет вам подготовиться и выйти на лед максимально собранными. В целом абсолютно все готово. Я надеюсь, что это занятие вам пойдет на пользу. Все для вас. Надеюсь, было интересно. я пошел на лед. Всем здравствуйте. Меня зовут Игорь Сергеевич Неледимов. Сегодня мы подготовили для вас обучающее видео как подготовить клюшку для хоккея. Для этого нам потребуется сама клюшка и изолента. Изолента может быть не только белая, не обязательно белая, может быть черной, красной, любого цвета. Начнем мы с ручки хоккеиста. Ни в коем случае нельзя обматывать клюшку скотчем, изолентой, резиновой, потому что у вас рука будет постоянно соскальзывать, клюшка будет вылетать, а это в игре нам не нужно. Нам нужно, чтобы хоккеиста всегда клюшка была в руке. начнем обмотку с ручки. Для этого обматываем один слой изоленты, разматываем клюшку, изоленту и делаем вот такое движение, которое скручивает нашу изоленту и образуется такой тоненький канатик. Вот он канатик у вас образовался. И начинаем на конец клюшки аккуратненько, его плотно очень, чтобы он у нас не слетел. Накручивать. образуется такая шишечка, которая не позволяет клюшке соскальзывать, пусть в ней руке соскальзывать с клюшки. У всех все делают это по-разному. Кому-то нравится большая шишка, кому-то маленькая, но в данном случае у нас такая получается я сделаю средний вариант. Вот мы сделали ее, далее обматываем еще немножко изоленты и фиксируем эту шишечку, чтобы она у нас никуда не соскочила. Вот мы ее несколько, два примерно два раза обмотали. Все, она устроена. И продолжаем далее не спеша обматывать нашу клюшку. Делается для того, чтобы рука у нас не скользила, да, держала клюшку, рукоятку фиксировала четко. продолжаем движениями. движениями. Не нужно делать это, не нужно мало наматывать до изоленты и много до конца. Достаточно где-то оптимальный вариант это до середины. клюшки, потому что у нас верхняя рука берется за край клюшки, а нижняя примерно в район середины как раз. вот, если мы клюшки на талию, Ручка у нас готова. Переходим к крюку Мюшкин. Крюк мы начинаем обматывать с конца. То есть ни середины, ни с конца крюка, а вот именно с начала. Значит, первый слой мы обматываем полностью. Полностью обмотали. И начинаем так же аккуратно. Наматывать на весь остальной крюк. Не спеша, торопиться не нужно. Узоленту стараемся прижимать к крюшке. Одной рукой мы держим, левой рукой крюк. Правой рукой мы наматываем биржаную за ленту и ровненько накладываем крюшку. Все, до конца домотали. Здесь ее можно делать ножницами. И аккуратненько вот так вот обрываем. Вот, в принципе, и все. Клюшка у нас готова. Теперь можно выходить на лед. И тренироваться, заниматься русским хоккеем. Все, всем спасибо. Ждем вас на льду. До скорых встреч. Наши тренера Трофимов Евгений Евгеньевич и Невидимов Игорь Сергеевич продемонстрировали вам, как правильно одеть хоккейную экипировку, как правильно подготовить клюшку для игры в хоккей с мячом. Я надеюсь, вам понравилось. Было познавательно. Теперь дело за вами. Одевайтесь, мотайте и выходите на ледовую площадку. Всем всего хорошего. С вами был я, Гайдуков Владимир Сергеевич, руководитель хоккейно-флорбольного клуба. Всем здоровья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...